Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим хреновину, проверенный рецепт. Вы видите количество баночек, которые выйдет из данного количества продуктов. Ну что, приступаем к готовке. Друзья, я помыла и почистила 900 грамм болгарского перца и также 7,5 килограмм помидора. И все это я сейчас перекручу на мясорубке вот с такой ячейкой. И на все это количество прокручу два вот таких острых, горьких, жгучих перца. Дорогие друзья, я нарезала тонкими полосочками 300 грамм хрена на данное количество нашей хреновины. Вот так выглядит хрен. Крошу я его для того, чтобы не спалить мясорубку. Чем мельче и кидаю по чуть-чуть, чтобы все было хорошо. Советую вам тоже делать так же, иначе спалите мясорубку. Дорогие друзья, я не прошу у вас мне дать орден за отвагу, но поставьте лайк за мою выдержку. Ой, нелегко мне было прокрутить этот хрен. Крутила его вместе с болгарским перцем, но я это дело осилила. Поставьте мне, пожалуйста, лайк. Друзья, добавим в нашу массу 6 столовых ложек соли и 6 столовых ложек сахара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и сахара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и хорошо перемешаем. И оставим нашу массу до утра. 926 грамм чеснока прокрутить тоже через мясорубку. Друзья, прокрутила я чеснок, все перемешала. Получается вот такая уже хорошая масса. Так, и заключительный момент. Я сюда добавляю 9-процентный столовый уксус 300 грамм. У меня вот такой 100-граммовый стаканчик. И я отмеряю 3 раза по 100. И хорошенечко еще все размешать. И все, друзья, можно уже разливать по стерильным баночкам. Ничего не даем не настояться, ничего. В общем, все, друзья, наша хреновина готова. Хреновина полуношная, друзья. Делаем до работы, после работы, в течение работы мы не делаем. А вы думали, я скажу, что и в течение работы делаем. Вот. Остались у меня еще два ведра. Но это я, наверное, буду уже в следующий раз делать лечо. Так это не надо. Как вам, друзья, цвет? Ой, это вещь. Сейчас попробую на вкус. Ой, хороша. Ой, вкусная. Рецепт проверенный годами. И все всегда стоит и хорошо. Ничего не взлетает. Все замечательно. Сейчас условие еще одно, друзья. Перелить в банки в стерильные и сразу в погреб. Сразу в погреб. Это одно из условий. Или в холодильник. Все. Все хорошо. Друзья, все я расфасовала. Все по баночкам, по стерильным. Закрыла стерильными крышечками. Выход у нас получился вот такой. Можете сами посчитать. Здесь у меня вот четыре баночки 0,7. Одна баночка литровая. А остальные вот баночки. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Десять, одиннадцать баночек. 0,5 у меня литра. Вот. Друзья, этот рецепт проверен временем. Его я готовлю уже с 2014 года. Всегда все стоит очень хорошо. Но опускается обязательно данная хреновина в погребе. Хранится очень хорошо. Вот. Советую вам приготовить. Потому что это очень вкусное дополнение. как к мясу, как к картошке. И к всему, что вы только любите скушать с данной хреновиной. И к тому же это еще поддержка огромная иммунитету. Так, друзья. Поставьте мне лайк за данное видео. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До свидания.